442, авиакомпания «Победа», по маршруту Бегишева, Москва-Внуково. Аэропорт Бегишева сегодня. Он в топе 50 воздушных гаваней России. Его услугами ежегодно пользуются более 700 тысяч пассажиров. А вот так он выглядел в 70-е годы. Только что отстроенному аэропорту дали название, взятое от близлежащего села Бегишева. Красивое и звучное. Но с 11 октября у нижникамцев появилась возможность дополнить его именем выдающегося соотечественника. В рамках конкурса «Великие имена России» из девяти кандидатур осталось четыре. Иван Шишкин, Салих Сайдашев, Дмитрий Менделеев и Николай Лимаев. Последний лидирует. К этому часу за него проголосовало свыше 19 тысяч человек. Я хочу голосовать за Лимаева, поскольку мне его фамилия близка. Такие люди вклад делали большой в строительство нашего города и в общем в эпоху вошли. Я приняла решение проголосовать за Лимаева, так как я считаю его. Химию поднял очень хорошо. Ну и город тоже поднял. Я считаю, что он достойный. Кто бы что ни говорил, но присвоить аэропорту имя Лимаева вполне логично. Строительство воздушного причала изначально было привязано к проекту индустриального освоения за камья. Реализовал который никто иной, как Николай Лимаев. 22 года он был директором химкомбината. Вложил огромное количество сил, чтобы Нижникамскнефтехим из строительной площадки вырос в крупнейшем в Европе нефтехимический комплекс. Хорошо было бы, если бы наш порт, аэропорт, аэропорту было присвоено имя Лимаева Николая Васильевича. Он был человек очень ответственный, очень мудрый. Относился с большим пониманием к нуждам своего коллектива, к нуждам и заботам города. Кого выбрать, дело сугубо личное. Время еще есть. Голоса принимают до 23 часов 30 ноября. Поставить галочку можно несколькими способами. На официальном сайте «Великие имена России» найти Нижникамск, выбрать имя и кликнуть «Проголосовать». Онлайн-голосование идет и в одноименной группе ВКонтакте и Одноклассниках. Выбирайте в приложении Бегишева, жмите на своего претендента и ваш голос будет учтен. Для тех, кто с компьютером на «Вы» в торговых центрах «Олимп», «Якорь», «Барс», а также в ковре, «Кио» и самом аэропорте, открыты мобильные пункты. Или наберите телефон горячей линии 8 800 707 93 17. Звонок бесплатный. Наталья Лушникова, Рафаэр Ракипов, Новости НТР.